Всем огромнейший привет! Как вы уже, наверное, знаете, если следите за мной в других социальных сетях, 11 декабря 2017 года у нас с мужем родился сыночек. Мы обязательно снимем видео о наших партнёрских родах, так как муж принимал участие в родах, мы вместе через это прошли. Сейчас сыночку нашему уже три недели, сегодня у меня 1 января, я решила, пока он мирно там спит, сопит, рассказать вам о своей беременности, о том, как она проходила, так как вы меня просили об этом, ну и мне есть чем поделиться, так как, знаете, это две больших разницы. Когда я была беременна, когда мне было 17 лет, сейчас моему старшему сыну 16 лет, самой не верится, и когда я была беременна 33 года, это совершенно разные вещи, потому что я изменилась очень сильно, и мне кажется, что когда я была тогда беременна, 17 лет, это как будто бы была другая я, совершенно другая личность проходила через тот опыт, в другом даже теле, возможно, потому что я очень поменялась. Если вы давно следите за моим каналом, то знаете, что я полностью изменила своё мировоззрение, и если в первую беременность я считала себя телом, которое зависит от каких-то случайных событий, которые могут заразить, которая может подхватить какую-то болезнь, с которым происходит что-то непонятное, что невозможно контролировать, то есть я считала себя жертвой обстоятельств, жертвой заложницей своего тела, если вот оно такое, то оно такое. То сейчас, когда я была беременна, я понимала, что я не только тело, но я и душа, и что моя душа проходит через этот опыт, и что я пригласила к себе так же новую душу, не просто тело, которое случайно возникло с помощью сперматозоида и циклетки их слияния, что-то там случайно так раз и сформировалось, нет. Это пришла определённая душа, с которой мы заключили определённый контракт, когда были там, где я не знаю, где, на небе или где, в мире душ. Поэтому, конечно же, всё по-другому воспринималось, и я буду всё-таки какие-то параллели проводить, когда буду описывать эту беременность, и вот всё-таки буду сравнивать с первой. Но вот этого никуда не деться. Тогда я была молодой девчонкой, сама ещё была ребёнком, тем более закоплексованным таким ребёнком, я не могла как-то постоять даже за себя в больнице. Я три раза, представляете, лежала на поддержке. Хотя я была здорова, я не понимаю, что там врачи находили у меня. Три раза лежала в больнице, представляете, вообще непостижимо. Хотя родила сама у нормального здорового ребёнка, 4200 весом. Я же говорю, не верится, ему же 16. Наверное, именно поэтому я пошла остановиться на учётку эту беременность в 28 недель. Представляете, если в первую беременность я пошла сдаваться в 6 недель, то в этот раз в 28 недель, так как я хотела... Я бы вообще не ходила, если честно, на учёт вот это вот, так как я ходила в платные клиники, проходила там скрининги. То есть я бы вообще не вставала на учёт, но мы сразу решили с мужем, что у нас будут партнёрские роды, что мы будем вместе рожать. Это только в одном роддоме можно, и туда, конечно же, требуется обменная карта, родовой сертификат, для мужа флюорография. В общем, все вот эти бумажные дела. Поэтому я решила, что всё-таки нужно мне встать на учёт. И в 28 недель пошла сдаваться. Причём мне все говорили, ты что, давай, потому что тебя будет гинеколог ругать. Но у меня был такой классный гинеколог. Я пришла, она мне вот так вот пожурила, говорит, ну ты хулиганка. Я ей показала, естественно, УЗИ, которые я делала сама. Она похвалила меня, что я молодец, всё-таки не прогуливала, а вот хоть что-то делала, да. И я встала на учёт, прошла быстро всех врачей. Я вот хочу донести, знаете, мысль такую, что ты всегда получаешь то, что ожидаешь. Это закон притяжения, я тысячу раз вам о нём рассказывала. Но вот именно это я поняла, когда вот я приходила в женскую консультацию, причём я всегда с мужем вместе приходила. Он всегда мне там то очередь занимал, как-то вот помогал. Я считаю, что правильно, надо вместе с мужем ходить. И вот я общалась с другими беременными. Сидишь, да, общаешься всегда, пока очередь ждёшь. Ну и просто как-то принято между беременными общаться. И вот у всех разный опыт. Вот одна девочка, например, мне рассказывала, что она там в куче очередей сидела, по два часа на всех врачей проходила. Я нигде не сидела по два часа. Всегда так раз-раз-раз, бегом-бегом получалось у меня. Рассказывала, что ей не нравится всё это, как она не любит эту больницу. А у меня такой кайф от этой больницы. Гинеколог потрясающий. Могу назвать, в принципе, Светлана Сергеевна Савченко. В 8-й поликлинике она заведующая отделением. Вот такая вот просто женщина. Такая смешная, причём прихожу к ней второй раз, по-моему, на приём. И она, ой, дворецкая, у тебя всё идеально. Моча идеальная. Так вот листочки перебирает с анализами. Мы потом так долго с мужем прикапывались. Я говорю, у меня идеальная моча. В общем, позитивная очень гинеколог. У меня никакими там меня не задавливала она. Хотя у меня вечная проблема с гемоглобином. Он у меня очень низкий ещё с детства. И постоянно вот меня первую беременность все долбали, заставляли железо колоть. Хотя у меня на него аллергия оказалась. И таблетки принимать. И вот на поддержке я лежала из-за этого. Тут я просто написала отказ, что отказываюсь от лечения, от приёма лекарств. Всё, меня никто не доставал. То есть мы просто поговорили, не было никаких навязываний. То есть я ожидала от этой больницы только позитива. Я получала только позитив. Хотя вы знаете, когда я пошла в 20 недель, муж меня уговорил, что давай пораньше, не будем ждать. Я вообще на 30 неделе хотела идти. Давай вот пораньше. Я не хотела. Но думаю, ладно, муж настаивает. И мы пошли у нас тут по сути через дорогу. 13-я поликлиника, там тоже женская консультация. Мы пошли туда, но я начитала с отзывов, что поликлиника жуткая, врачи хамы, заведующая жуткая. В общем, я шла туда как на каторгу, мне не хотелось. И вот я получила то, что ожидала. Мне отказали постановки на учёт, сославшись на то, что якобы я по месту жительства должна относиться к другой женской консультации. Я им говорю, зачем мне ехать куда-то в другую женскую консультацию? Там несколько остановок мне нужно ехать. Если вот я через дорогу прошла и пришла к вам по закону, я имею право в любой женской консультации состоять на учёте. Тем более я не прописана по тому адресу, который якобы к вам не относится. То есть я могла вообще какой-то левый адрес сказать. У меня прописка вообще не краснодарская. Нет, идите к заведующей. Мы пошли к заведующей. И заведующая накричала, наорала. Говорит, у меня таких, как вы, 50 тысяч. И я ушла там чуть ли не плачь. Я думаю, блин, куда я попала, вообще не буду становиться на учёт. То есть я ожидала этого. Я ожидала хамства. Я ожидала очередей. Там была куча очередей. Я ожидала этого, я это получила. А вот когда я уже шла восьмую свою поликлинику в 28 недель, я шла туда как на праздник. Я шла как к друзьям. Это одно из упражнений, которые я часто практикую, когда собираюсь в какие-то, ну знаете, там органы какие-то, не знаю, налоговые, ну что-то вот такое, да, с бумажками, в паспортный. Я представляю, что я иду в гости к друзьям. Я не иду в какую-то инстанцию, где нужно доказывать, что ты там не дурак, пробиваться как-то там. Я представляю, что я иду к друзьям. И вот я представляю, что я иду к друзьям. Я кайфово провела время в этой женской консультации все там 12 недель, которые мне оставались до родов. Ах, если бы я знала это 16 лет назад. Но опыт есть опыт. Я рада, что у меня есть две такие разные беременности. Хотя я говорю, что беременности у меня две на самом деле. Я четыре раза была беременна. Вы знаете, я как-то рассказывала, что две беременности я потеряла. Одну на очень маленьком сроке, когда это даже не считается потерей беременности. Это как бы очистка организма. Просто что-то пошло не так. На сроке до 12 недель у каждой женщины это может произойти. Многие женщины даже не знают, что они срывают таким образом беременность. То есть просто не догадываются. Один раз у меня такое было. Я как-то не особо расстроилась даже. Наверное, как-то я просто восприняла это. Ну, что значит не время, значит это будет попозже. Тогда мы еще в Беларуси жили. И потом еще раз я забеременела. Уже у меня был большой срок, когда произошло то, что я вам рассказывала. Тогда, конечно, это меня очень сильно подкосило. Я на месяца два страдала. Как-то оплакивала этого ребенка, который у меня начал зарождаться. Уже слышала его сердечко на УЗИ. Ну, вот не пошла развиваться дальше беременность. Я продолжаю, так как малыш проснулся. Мы его уже покупали. Ложили спать. Так вот, несмотря на то, что тогда я прошла через огромное количество боли, я столкнулась с огромным количеством внутреннего страха, который сидел во мне, как оказалось. Несмотря на все это, я считаю, что это было одно из лучших событий в моей жизни. Так как я поняла, какой страх сидит во мне, поняла, что многие мои действия продиктованы этим страхом. Например, я пила гормоны, мне прописали, каждые 8 часов надо было пить таблетку. И вот я боялась пропустить нужное время, проспать, не выпить эту таблетку. Я настолько себя накручивала в тот момент, что неудивительно, что у меня ничего не получилось. Я поняла, что важно не то, что ты делаешь, а то, какое убеждение внутри себя, что побуждает тебя к этому действию. То есть можно же было пить таблетки для того, чтобы чувствовать себя уверенной, что ты помогаешь своему ребёнку, что он там развивается, что беременность развивается. То есть всё зависит от мыслей. Если в эту беременность я, например, вообще никаких таблеток не пила, никаких витаминов, то есть я не верю в витамины, и я их не принимала. Если вы верите в витамины и считаете, что они вам помогают, то, конечно же, принимайте, и для вас это будет лучше, чем следовать каким-то советам. Я не верила в витамины. Мне когда гинеколог спрашивала, какие вы препараты принимаете, я говорю, никаких. Фрукты и овощи ем, на них налегаю. То есть я просто не верю в химические витамины, поэтому их не принимала. То есть нужно делать то во время беременности, что даёт тебе уверенность, что даёт тебе счастье, что даёт тебе радость, чтобы ты постоянно себя чувствовала хорошо, чтобы твой ребёнок, он же одно целое с тобой это ощущал. И я хочу сказать всем, кто потерял беременность, кто потерял ребёнка, у кого не получается забеременеть, мне часто с такими вопросами обращаются, вот не получается забеременеть или не получается усыновить, удочерить ребёнка, не приходит ребёнок в жизнь человека. Я всегда советую почитать книги Майкла Ньютона. Обязательно их почитайте. Я постараюсь снять видео об этих книгах, давно уже собираюсь. Это гипнотерапевт, который с помощью гипноза выявил, что есть мир душ. Он рассказывает нам о том, что мы не просто так приходим в эту жизнь, и мы не просто так встречаем каких-то людей. Дети, которые к нам приходят, это души, с которыми мы заключаем контракт, будучи в мире душ. Это души, с которыми мы собираемся пройти какой-то жизненный опыт, и этот опыт даётся нам не просто так, мы его планируем. Не всё-всё-всё в этой жизни мы планируем, но какие-то участки определённые мы планируем, что мы из жизни в жизнь встречаемся практически с одними и теми же душами. Есть семья душ. То есть я хочу просто вам сказать, что прочитайте эти книги, если ещё с ними не знакомы. Я встречала эту информацию в другой литературе, в ченнеринговой, например, литературе. Но как-то к этой информации доверия не так много. Вот те же книги о законе притяжения, да, они с помощью ченнеринга переданы, то есть от более высшего сознания к людскому сознанию. Но как-то вот многих людей это останавливает. А это исследование врача, который под гипнозом исследовал этот мир. Очень интересно. Обязательно почитайте, если ещё не читали. Потрясающие книги. Мне они очень помогли. То есть я поняла, что вот когда сейчас была беременна, что эта душа пришла ко мне не просто так. И что я, кстати, в осознанных снах, я вам об этом как-то рассказывала, могу общаться со своей душой, могу ходить в мир душ, видеть свои прошлые жизни. Я видела несколько прошлых жизней с моим сыном. Например, в одной жизни я была тоже его матерью. И в этой жизни это была другая цивилизация, это было на земле, но цивилизация ещё до нашей. И тогда с младенцем ты мог общаться телепатически. То есть я родила его, я прям помню очень хорошо этот сон, эту жизнь, как я родила его, и мы общались с ним вот сразу же. Телепатически, представляете? То есть без слов. Та цивилизация общалась с помощью мыслей. И уже ты с младенцем мог общаться даже до его рождения с его душой. И я старалась, хотя сейчас я не могу так с ним общаться, но я старалась во время беременности с ним разговаривать, объяснять, что происходит, что, малыш, скоро ты родишься. Это очень здорово, очень мне помогало. Тоже вам советую понимать, что ты пригласил в этот мир душу, не тело, которое там беззащитное, и с ним может что-то случиться, как у многих беременных страхи, что вдруг там ребёнок родится какой-нибудь не такой, вдруг у него там шесть пальцев или ещё там что-то в этом роде. У меня вообще никаких не было страхов, никаких болезней не было у меня во время беременности. Вот сейчас одна моя подруга беременная, она постоянно пишет, не буду говорить, кто это, она мои видео смотрит, так что себя узнает. Вот она постоянно пишет, вот я в очередной раз заразилась, меня дети заразили, а я беременна, опять я гриппом болею, то ещё ты там чем-то болеет. И ведь человек знаком с законом притяжения, что если ты сконцентрировался на этом, то это и получаешь. Если ты веришь, что тебя кто-то может заразить, ты и заразишься. Понимаете, никогда болезнь к тебе не прилипнет, хоть ты там будешь стоять в автобусе и на тебя будут все чихать, тебе не прилипнет болезнь, если ты не считаешь себя жертвой обстоятельств, если ты не считаешь, что ты просто телоуязвимое, которое могут проникнуть в бактерии и как-то тебе навредить. Понимаете, то есть всё зависит от наших мыслей. И я очень рада, что эту беременность я уже с таким вот осознанием провела. То есть это был совершенно другой опыт, опыт мастерства и роды, наверное, ещё сильнее меня к этому приблизили. Настолько, что я даже вот с сегодняшнего дня стала снимать влоги о том, как я живу, завела отдельный канал, оставлю ссылку, первое видео там уже разместила. То есть раньше как-то я стеснялась, мне казалось, ну вот как это, я хотела снимать влоги, да, показывать, как я живу, чем я живу. Мне казалось, вот, ну как это, плохо живём, там не та обстановка, не то у меня в доме, не то во внешности. Как-то вот такие мысли, сейчас этих мыслей абсолютно нет. Мне хочется бериться какой-то радостью своей, я такая счастливая, что у меня теперь есть малыш, что у меня такая замечательная беременность была. Тем более у меня столько энергии появилось, я тоже об этом хочу отдельное видео снять. С 8 месяца беременности я проводила такой эксперимент, пила очень много воды. Прочитала об этом, кстати, из ченнеринга, оставлю тоже ссылочку, если вам интересно, почитайте. Я стала пить много воды, прям очень много, хотя на последних месяцах беременности не рекомендуют пить много воды, вообще ограничивают врачи обычно, да, там до полутора литров. Я пила больше 6 литров в день, у меня не было отеков, у меня было вообще все нормально, хотя я иногда пила клюкву для профилактики отеков, ну, клюкву заваривала. Но в целом меня ничего не беспокоило, у меня было столько энергии благодаря тому, что вот я пила это огромное количество воды каждый день. И до сих пор у меня это продолжается, я пью, мне хочется пить. Если поначалу я себя заставляла пить, то потом мне просто хотелось, хотелось, хотелось пить. У меня стояла бутылочка всегда на столе, я пила, я пила, я пила. Столько энергии, я бегала. Восьмой, девятый месяц я просто вот по лестнице, например, я вот так вот, жюх, муж меня удивлялся, если на седьмом месяце он меня там подталкивал на лестницу, чтобы я там забралась. Как-то вот я раскачивалась очень долго. Как только я начала пить воду, где-то через неделю, через две, просто меня как будто бы подменили. Я подрываюсь утром, у меня столько энергии, столько дел успевала переделать, я столько вышивок вышила за восьмой, девятый месяц. Я думаю, если бы эти видео смотрели, то видели. Что касается эмоционального состояния, то у меня было всё время хорошее, ровное настроение. Мне ничего не тревожило, кроме одного. Дело в том, что мы с мужем купили квартиру в строящемся доме. Когда мы покупали, нам обещали, что мы получим ключи в декабре 2016 года. Окей, декабрь подошёл, нам пообещали ключи в июне 2017. К этому моменту как раз узнала, что я беременна, и думала, вот в июне нам дадут ключи, мы сделаем ремонт, переедем, к рождению малыша всё будет готово. Ага, июнь прошёл, нам пообещали в сентябре точно 100%. Подошёл сентябрь. Ключи нам не дают, дом не сдают в эксплуатацию, хотя дом уже построен, но там ещё какие-то нужно доделки доделать, с комиссией пройти. Обещают ключи в декабре, и я понимаю, что даже если нам в декабре ключи дадут, у меня ПДР 12 декабря, ключи обещают 5. Мы не успеем при всём желании сделать ремонт, переехать к рождению. Как я представляла, что мы принесём малыша уже в свою квартиру, я ему детскую оформлю, я всё хорошо сделаю. И вот это у меня так захватило, как-то обида какая-то, непонимание, почему всё так, вот у других всё хорошо, они переезжают перед родами, ремонтируют. Я так нервничала, вам честно признаюсь, муж меня успокаивал, и вот муж мне как-то такую мысль до меня донёс, которую, в принципе, я понимала, но она до меня не доходила, что если ты не можешь контролировать какие-то события, ну, смысл нервничать? Ведь ты ничем не ускоришь этот процесс. Всё делается к лучшему. Я поняла сейчас, что во время беременности мне этот ремонт особо просто не нужен был бы. Не до него мне было бы, вот правда. И сейчас мне не до него, даже если бы нам в декабре отдали ключи, а нам их теперь в марте обещают. Ну, не знаю, когда дадут. То есть сейчас я с юмором к этому отношусь, я не считаю, что это проблема. Мне казалось, ну как мы будем в одной комнате, мы сейчас живём в квартире студии. Мне казалось, ну как мы с ребёнком в одной комнате, это же ужас, ужас, нормально, вообще шикарно. Я его вижу с любой точки, вот я сейчас смотрю, я его вижу, он лежит в кроватке. Куда бы я ни пришла в этой комнате, я его вижу отовсюду. Прекрасно, в общем. Я думаю, что всё делается к лучшему. Реально, если вас что-то тревожит во время беременности, или просто так вот, бывает такая какая-то мысль захватывает, вот как у меня. У меня жилищный вопрос насущный. У меня никогда не было своего жилья, никогда не жила в своей квартире или в своём доме, поэтому, видимо, вот так вот это меня всё сколыхнуло. Если вас вот так же что-то тревожит, отпустите это, не занимайтесь этим, не визуализируйте там что-то, не представляйте, не мечтайте об этом. Отпустите вообще полностью, погрузитесь во что-то другое. Я погрузилась в вышивку, я ушла полностью в вышивку, я стала изучать английский. Мне так это понравилось, через песни стала его изучать, через приложения специальные. То есть я, в принципе, хорошо знаю английский. Мы сериалы, фильмы на английском с мужем смотрим, в настольные игры на английском свободно играем. Некоторые слова там, да, попадаются, ну, всякое бывает. Но вот разговаривать я не разговариваю, чтобы вот свободно. Я себе поставила цель, чтобы за беременность подтянуть английский, чтобы с ребёнком разговаривать на английском языке, так как я прочитала, что до 5-6 лет, если ребёнок слышит иностранную речь, она у него откладывается в каком-то отделе мозга, где откладывается и родная речь, то есть родной язык. И он никогда этот язык, по сути, не забудет. Даже если он не будет на нём разговаривать, потом ему вспомнить его будет намного легче. И я вот поставила себе цель, буду разговаривать с ребёнком на английском. Ну, пока что стесняюсь как-то немножко с ним разговаривать, он же мне не отвечает, да, ему там всего 3 недели. Но какие-то слова там вставляю, песенки ему пою, английские. Думаю, со временем всё получится. То есть я постаралась отвлечься, и сейчас я не воспринимаю проблему проблемой, да. То есть я считаю, что, ну, нет так нет, подождём, что теперь делать. Всё делается к лучшему, повторюсь. Так что всё будет хорошо. Это ещё одна моя мантра. Всё делается к лучшему, и всё будет хорошо. Всё есть хорошо, всё уже хорошо. Что вам ещё рассказать? Набрала я 7 кг за беременность. Я была 62 кг, когда пошла рожать 69 кг. Вернулась с роддома 61 кг. Сейчас вот я 60 кг вешу, но вообще мне нравится мой вес 55 кг. Поэтому мне ещё надо похудеть немножко. Но я отношусь к этому сейчас по-другому. Тоже тема отдельного видео. Хочу её снять. Я пересмотрела полностью своё питание, поняла, что у меня было очень много заморочек насчёт этого, что я ела не потому, что я была голодна или потому, что мне хотелось какой-то определённой еды, а потому, что я испытывала некий страх, то есть о том, что я поправлюсь и ела не ту еду, которую я хотела, а та, которая, по моему мнению, была более лёгкой или не повлияла бы на моё тело. В общем, тоже тема отдельного видео. Сейчас я чувствую себя совершенно по-другому. Ушли вот эти все заморочки. И во время беременности, я считаю, это самое замечательное время, потому что все думают, что у тебя какие-то заскоки беременные, поэтому ты там целыми днями одни арбузы, например, ешь там или конфеты, или ещё что-то. У меня, кстати, были такие периоды во время беременности, что мне вот только суп хотелось есть, потом только картошку. Я дней пять ела только картошку запечённую в духовке. Потом только арбузы мне хотелось есть. Потом только кабачки, но обжаренные особым образом. Или макароны с баклажанами мне хотелось есть. То есть были какие-то такие заскоки. Ну, не знаю, может быть, это и не за беременность вовсе, а просто вот организм хотел именно эти продукты. Ну, а может, и за беременность. Сейчас вот мне всё время хочется пить чай с печеньем. А вот такие дела я себе ни в чём не отказываю. Что ещё? Никаких проблем не было за всю беременность. Небольшой токсикоз был в начале, в первом триместре, когда я ещё не знала, что беременна. Мы тогда путешествовали по Турции. Я думала, что меня по утрам тошнит от местной еды. Я какую-то тяжёлую, наверное, пищу ем. Я подумала тогда и перешла на фрукты и овощи. И когда все наслаждались сладостями турецкими, я ела фрукты и овощи. Ничего тяжёлого, сладкого мне не хотелось. А так, в целом, всё было замечательно. Я говорю, конец беременности – это вообще сказка какая-то. Мне причём все писали, ну, как ты там, наверное, лежишь, не встаёшь. Я говорю, какой я там ношусь, как бешеная. Замечательно прошла эта беременность. Конечно, да. Да, если бы я знала то, что я знаю сейчас раньше, я бы многое изменила. Но я считаю, что всё делается к лучшему. Те беременности, которые у меня не случились, опять же, повторюсь, они к лучшему. Тогда я не считала себя достойной быть мамой. Как-то я себя загоняла из-за того, что старший сын с бабушкой жил не со мной. Сейчас он, слава богу, уже с нами. Ну, точнее, как он учится. И к нам приезжает только на выходные. Но всё равно он, по сути, как бы с нами. Так что у нас теперь двое детей. Один большой уже совсем. И один маленький, Вадюшка. Посмотрим, что будет дальше. Повторяю, что теперь взвела отдельный канал детский. Потому что я понимаю, что многие на меня подписывались из-за вышивки, из-за книг. И смысла нет, наверное, сюда выкладывать видео о детях. Сюда я размещу ещё видео о наших родах с мужем. А всё остальное, уже, наверное, относящееся к ребёнку, буду туда выкладывать. Блин, не могу уже мне брекеты. Осталось совсем чуть-чуть. Уже скоро мне их снимут. Но вот, видимо, из-за того, что уже всё на место встало, язык мой бедный. Поэтому я вот так странно разговариваю. Не обращайте внимания. Просто брекеты натирают. Вообще неудобно. Но уже скоро. Хотели мы, конечно, до родов от них избавиться. Ортодонт мне это обещала. Но не получилось. Кстати, малыш мне дал сходить к ортодонту. У меня ПДР был 12 декабря. А к ортодонту я была записана 9. И вот я успела сходить к врачу. Теперь мне аж через полтора месяца нужно идти. То есть где-то в феврале, наверное, пойду. Может быть, раньше чуть-чуть. То есть как раз вот всё вовремя. Вот он родился в самый нужный момент. Я все дела сделала. Всё-всё-всё сделала. И тогда поехал рожать. Если есть какие-то вопросы, задавайте. С радостью отвечу. На этом у меня всё. Пока-пока. До новых встреч.